Друзья, вы можете быть в общине, но это еще не гарантирует, что вы являетесь христианином. Вы можете даже в списке быть. Христианин – это ученик Иисуса Христа. Христианин, у которого есть учитель. Это его Господь. Это Иисус Христос. Помните великое поручение, что Христос говорит, что вы должны делать, когда вы благовествуете? Вы должны сделать учеников. 28 глава Матфея. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века». Он не говорит, идите, делайте членам церкви, идите, делайте там последователей, идите, просите, чтобы они пригласили Иисуса Христа. Ничего подобного вы здесь не найдете. Сделайте учеников. В нашей церкви часто приходят люди, и они хотят, они понимают, что им нужен Христос. Они понимают свою греховность, они понимают свою разрушенную жизнь. Жизнь, которую хотели бы как-то исправить, исцелить, у них ничего не получается. Почему? Потому что они так и не стали учениками. Потому что они так и не стали ученицей. Посмотрите, два условия, которых ставит Иисус Христос, чтобы стать Его действительно истинным учеником или истинной ученицей. Истинным последователем. В Матфея в 16 главе Иисус Христос дает два этих необходимых условия. 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, заметьте условие, отвергни себя и возьми крест свой, и после этого следуй за Мною». Два необходимых условия, друзья. Вы не можете следовать за Иисусом Христом, если вы не отреклись от себя, если вы не отдали все. То есть готовы отдать, променять и следовать только за Иисусом Христом. Второе условие – быть готовым умереть за Иисуса Христа. Если этого не случилось, друзья, вы не можете справиться с грехами. Вы не можете иметь покоя. Вы не можете рассчитывать на Церство Небесное. У вас должно произойти эти две вещи, эти два условия. Только потом вы можете следовать. Только потом вас можно назвать ученицей. Только потом вас можно назвать учеником. Потому что вы сделали две главные условия. Вы являетесь учеником или ученицей Иисуса Христа. Вы последовали за Ним. Как это выглядит в вашей жизни? С этого начинается, друзья. Когда вы начинаете в вашей жизни славить Иисуса Христа. С этого момента начинается. А если у вас это не получается, может потому, что вы так и не исполнили эти условия. Пусть Бог благословит сегодня. Если Бог показывает вам, что вы этого не сделали, попросите Его, чтобы Он помог это вам сделать. Отвечься от себя, отказаться от своего Я, умереть для себя и последовать за Иисусом Христом.